Приветствую вас и давайте мы, прежде чем ответить на ваши вопросы, попробуем еще раз проанализировать то, что с вами произошло. Еще раз мы попробуем пройтись по тому, что вы написали. Значит, во всех компаниях, с которыми вы гуляли, вас привыкли видеть веселым и общительным парнем. Как я понял, вы делали это для того и потому, чтобы не касаться скучно. Чтобы не казаться скучным этим людям и чтобы у вас было общительным. Далее что-то произошло. То есть, ага, далее что-то случилось и вы стали другим человеком. Замкнутым, закрытым, ну и так далее. И люди, люди перестали реагировать на вас хорошо. Почему? Спросите вы. Потому что тут все довольно просто. Потому что веселье и общительность качество хорошее. Но таких людей любят все. И да, с такими людьми будут общаться многие. Большинство. Но также большинство этих людей не будет воспринимать серьезно. И эти люди перестали считать вас интересным потому, что вы для них неприятны. Они-то развлекаться хотят, а вы скучны и неинтересны. А ваш внутренний мир, почему вы стали скучны и неинтересны? Почему вы стали замкнуты и стеснительны? Никого не интересует и никого не волнует, что важно. И вот здесь как раз, вот здесь как раз, выступает главный, ну выступает главная проблема. Какая проблема? Проблема того, что вы сами себя загнали в угол. Вы были веселым для того, чтобы нравиться всем. И вы свои цели, ну успешно достигали, скажем так. Но вот беда. Это не вы, как оказалось. То есть это не настоящие вы. Это другой человек. Потому что вы в действительности все-таки замкнуты и стеснительны. А может быть и нет, но тем не менее вы поменялись. И если вы там написали, это все-таки были, ну как бы это был ваш, это была ваша маска. Чтобы быть в социуме. Давайте мы с вами спросим так. А какой вы настоящий? Что вы хотите сами и почему? Почему вы продаете общение такому общению, такое настолько большое значение, что готовы ради него быть не тем, кем вы являетесь в действительности. Почему оно для вас так важно и почему вы так сильно зависите от этого самого общения? Это первый вопрос. И продолжая, так сказать, серию вопросов, хочется спросить вас дальше. А сейчас, в данный момент, когда вас считают скучным, но вы вроде бы как являетесь самим собой, если я правильно вас понял, вы чувствуете себя брошенным? Вы чувствуете себя покинутым? Вы чувствуете себя никому не нужным? Если так, то вы зависите от других людей и вам нужно работать над развитием самодостаточности. Вам нужно развиваться личностно и учиться быть наедине с собой. Дальше. Пожалуй, следующий вопрос будет вам задан неоднократно, моими коллегами. Потому что, ну, я не ошибусь, если скажу, что он действительно очень важен этот вопрос. Вопрос этот связан с тем, что вы стали стеснительным, то есть вы изменились немного. Давайте вот на этом попробуем остановиться чуть попробнее. И я хотел бы вас спросить, а что заставило вас измениться? Почему вы стали другим человеком? Что произошло в последнее время, что вы стали стеснительным и замкнутым? Какая-то неудача, комплекс может быть. Какая-то нереализованная ситуация или, может быть, вам потребовалась помощь от кого-то, а вы ее не получили, поняли, что никому не нужны и теперь не знаете, как себя вести. Если так, то вам нужно заново учиться обстраивать отношения с людьми, но уже по другим немножечко критериям. По каким, спросите вы, и я вам отвечу. По критериям истины и настоящих интересов и желаний. Вот что вам нравится, тем и нужно заниматься. Друзья будут определяться не гулянием, не компаниями, где все общаются со всеми и никто особо никому не нужен, все просто проводят время. А настоящие друзья определяются все-таки деятельностью. И вам нужно в первую очередь подумать над своими интересами и над своим личностным ростом, над своим развитием и духовным обогащением. В этом я вам могу помочь. И уже потом, когда вы будете этим заниматься, кто-то решит разделить вас, разделить ваши интересы, разделить вашу деятельность, поддержать вас. И этот человек будет настоящим другом для вас. Вот и получается, что сперва нужно ответить на все те вопросы, которые я задал, разобрать все те только все, которые я написал. О которых я сказал, точнее, прощу прощения по привычке. Вот. А после уже думать, как вам жить дальше. Что касается обаятельным и интересным собеседникам, как быть, то здесь только обогащение, повышение словарного запаса, освоение культурных ценностей, заширение своего кругозора, чтение книг, интересных и действительно глубоких смысловых книг и, собственно говоря, постоянное развитие образования, развитие образования. Вот именно так и нужно, так вы сможете стать интересным собеседником, который может поддержать большое количество тем для разговоров. Потому что если у вас маленький словарный запас и небольшой кругозор, то откуда взяться, естественно, и приятному общению. А уж если компания разговаривает над темой, которая вам не интересна, то здесь нужно решить. Либо вы разделяете темы компании и вникаете в нее, чтобы быть ближе к компании, либо ищете других людей, которые разделяют ваши темы, ваши интересы. Сначала нужно определиться с этим. Вот, пожалуй, и все, если я хотел вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok